Вот это основной урок, который мы проходим. Вот если вы осознаете, в чем отличие самомнения от здравомыслия, тогда у вас и таких вопросов не будет. То есть, самомнение, оно с чего складывается? То, что вы услышали в детском садике, в школе, в вузе, прочитали в газетах, в журналах, в книгах. Вот с этого потока информации у нас складывается мнение по одному или по другому вопросу. Но так как у нас источники информации различные были, поэтому у каждого своя кочка зрения по каждому вопросу. Вы считаете так, я считаю так. И каждая свою кочку зрения отстаивает. И до истины мы не сможем докопаться. Во-первых, потому что все эти источники, они всегда подвергали стражасти цензуре, и нам никогда правду не говорили. Нужно это доказывать. А если человек опирался на искаженные источники, как он может докопаться до истины? И даже если бы вы сами цензурой руководили, все равно до истины вы не сможете с помощью самомнения докопаться, потому что самомнение, оно опирается на способностях ума человека. В наш ум есть пять каналов. То есть мы информацию в ум вводим через какие? Обоняние, отсязание, вкус, зрение и слух. Есть другие каналы для ума? Нет. Обоняние у нас примитивное. Нюху у собаки лучше. Осязание примитивное. Вкус примитивный. Слух улавливает звук в узком диапазоне звуковой волны. Мы не слышим ультразвук, инфразвук. Так же? Зрение улавливает тоже свет. Мы уже разобрались. Одну тысячную часть процента. И как вы с помощью вот такого инструмента можете докопаться до истины? Хоть понятно, что ум это не тот орган, с помощью которого докопаются до истины. У нас есть другие, более могущественные органы познания мира. Но мы говорим сейчас об уме, о самомнении. Вот можно человек, который основывает свою жизнь на самомнении, докопаться до истины? Ну подумайте, возможно это? Хоть вот такие элементарные вещи вам понятно? Что невозможно. А большинство людей на самомнении сидят. Я считаю, что это вот так, значит это так. И вот так они и живут. Это же сумасшедший дом. То есть они не могут правильно ориентироваться в пространство. Поэтому наши предки, они дали хороший совет нам. Что вы не хотите допускать ошибки, значит проявляйте здравомыслие. И ведок говорится, что здравомыслие зиждется на трех основах познания истинности. Первая основа. Это мнение компетентного человека по данному вопросу. Нужно вам доказывать, что по любому вопросу мы можем действительно найти опытного человека. Компетента. Не шарлатана, не самозванца, их море. А настоящих опытных людей по любому вопросу можно найти. Так же? Ну к примеру, заходите обучиться музыке. Вы к кому идете? К композитору, к музыканту, к хорошему. Так же? Желаете обучиться хирургии? К хорошему хирургу идете. Желаете обучиться сапоги шить? Идете к сапожнику и так далее. То есть проверяйте, опытный, неопытный человек. Если опытный, учитесь у него. Это лучший способ познания мира. Это хоть понятно? Мы же используем этот. Так вот, первый критерий познания истины – это мнение компетентного человека. Вторая основа познания истины – это мнение наших предков. Именно наших предков, не чужих каких-то, потому что они в космосе свое предназначение имеют. А нужно своих предков брать. Чужих нам не подходит опыт. Это все равно, что сердце будет брать опыт печени. Кому от этого лучше будет – печени или сердцу? Понятно, так же? Поэтому только своих предков нужно опыт брать. Наши предки на этой планете полтора миллиарда лет живут. Они за это полтора такой опыт получили. И если им не пользоваться, то это глупость. Мы опять колесо будем изобретать. Но это же правило. Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Кто не пользуется опытом предков, он обречен совершать их ошибки. Это же аксиомы. Согласны же с этим? Глупость – не пользоваться опытом предков. Драгоценнее этого у нас вообще ничего нет. А мы не изучаем опыт предков. Более того, запрещается изучать опыт предков. Это уже экстремизм такой, если думаете, пользуются опытом предков. Своих предков. И третья основа познания истинности – это личный опыт. Как хохлы говорят, пока не по мацию, не поверю. Ну, правильно. Вот то, что самому убедиться, так это или не так. Так вот, здравомысль заключается в том, что вот эти три критерия познания истинности привести к одному знаменателю. Если все три критерия говорят, это так, можно сомневаться. Это да, да, это будет так. Если они говорят, нет, это не так, значит, это не так. Вот если хоть один из этих критериев противоречит двум другим, нужно сомневаться. И видо говорится, что если человек добросовестно все три критерия приводит к одному знаменателю, он никогда ни в чем не ошибется. И никто никогда не сможет обмануть. Простые вещи, простые. А много ли вы политиков знаете, которые здравомыслие проявляют? Ни одного. Все или на самомнении, или вообще враги.